Всем привет! Добро пожаловать в Аленка Блог. Сегодняшнее видео будет о ярких, густых, насыщенных, жирных, прекрасных ароматах с белыми цветами. Бело-цветочных ароматах. Их большинство в моей коллекции парфюмерной, я их люблю. Я люблю, я вдохновляюсь ими, они меня вдохновляют, они меня кружат по жизни, несут, мне это нравится. У меня уже до этого было видео о ароматах с нотой туберозы, но здесь я выбрала просто вот самые-самые-самые-самые мои любимые. Здесь и розы, здесь и жасмин, здесь и лилии, здесь и ландыш. Вот моя корзинка. Сейчас я вам буду хаотично все доставать и показывать. Значит так, первый. Вот такой аромат от Сержа Лютена, Датура Нуар. Как хищница, коварная злодейка туберозы здесь, обыгранная такими кокосово-древесными нотами. Звучит это, конечно, все просто потрясающе. Просто вот, знаете, ну как произведение искусства, наверное. Этот аромат я ношу крайне редко, к нему нужно подготовиться. То есть его нельзя вот так взять с полки, нанести на себя и пойти там на работу. Нет. Он такой, ну как, знаете, бывают такие ароматы, которые вообще-то не задумываешься, да? Пшикнула и пошла. А вот тут этот номер не пройдет. Ну, по крайней мере, у меня. Он иногда бежит впереди меня. Вот эта вот такая хищная тубероза, такая яркая, она иногда меня перебивает. И поэтому, конечно, не всегда он уместен в моем таком микроклимате. Но, тем не менее, ношу его по таким спешл случаям. Ананда от Миколев. Я не знаю, есть ли там белые цветы. Честно говоря, я не смотрела. Ой, не смотрела пирамиду. Но вот она мне вот кажется такой бело-цветочной. Это аромат невесты. Аромат, знаете, такой вот до кончиков пальцев, ногтей романтичный. Он вот прям дышит какой-то вот такой только-только-только первой, только такой зарождающейся любовью. Очень такой хрупкий, девичий. И белые цветы здесь мне видят с таким вот слегка подрагивающим, таким маленьким изящным букетиком. Классный. Очень классный, очень ладно скроен. Ну, не прибавить, не убавить. Потрясающая Ананда от Миколев. Сейчас у них уже много разных Ананд. Но вот это вот, по-моему, самая-самая такая первая. Следующая. Ода Туберози. Суприм букет от Ив Седлара. А тоже ношу его летка, потому что... Ну, почему я ношу его летка? Надо его носить чаще. Это сладость. Здесь Тубероза такая прям вот как в варенье сваренная. Сладкая, густая. Головокружительный такой коктейль. Я слышу здесь, да, какую-то ликерность, знаете, вот сейчас. Она у меня еще так давно, она, видимо, еще настоялась, потому что я помню, он был такой колкий, этот аромат такой колючий. Сейчас уже, видимо, по прошествии времени она и цвет чуть-чуть поменяла, стала такой коньячный. О-о-о, мне нужно его носить. Знаете, вот прям вдыхаю и не могу, не могу. Прекрасно. А густой коньячно-ликерный аромат с Туберозой. Тубероза, конечно, здесь солирует. Здесь еще у нас иланг, почули, амбра и муск. Знаете, почули в этом аромате я совершенно не чувствую, что, наверное, и хорошо, потому что почули не самая моя любимая нота, но порой. Жадор от Диор. Песня-сказка. Для меня это такая люксовая классика уже. У меня этот аромат появился в том году на День всех влюбленных, к чему я просто несказанно рада, до этого у меня его никогда не было. Из всей линейки мне понравилась вот именно эта версия, это просто Eau de Parfum. Очень-очень достойный представитель Диоров. Знаете, когда я им душусь с утра, наношу его на кожу, уйду на работу, у нас потом весь магазин просто благоухает этим ароматом. И некоторые люди даже спрашивают, чем у вас так пахнет. Я говорю, это мой аромат. Здесь Тубероза, она не такая колючая, не такая яркая за счет того, что обыгранная такими фруктовыми нотами. Здесь я чувствую грушу, здесь я чувствую дыню. И за счет этого они смягчают вот этот вот туберозный напор. Потрясающе. Вот жду лета, летом он просто упоительно хорош. А еще одна Тубероза хищная и просто какая-то, знаете, умопомрачительная. Это Ananda уже Black. И здесь, конечно, я уже сто раз говорила, нужно быть предельно аккуратным. Микродоза, и вы заполняете собой все пространство. Это вот как ядерное оружие, этот аромат, мне кажется, может даже кого-нибудь убить, если там его нанести много и поехать, например, в общественном транспорте или еще где-то. Я бы не советовала. Но аромат хорош. Аромат хороший, аромат такой вот прям дивы, богини, кинематографа, музыки. Ну, аромат такой, знаете, музы. Муза. Помните фильм «Муза» с Шерон Столом? Вот она бы так могла пахнуть. Такая вся взбалмошная, но такая вот муза. Красивая. Очень красивый аромат. Так, совершенно другая история. Диор, Диориссимо, это туалет. Это туалет, Диориссимо. Что хочу про него сказать. Это у меня туалетная вода и аромат весны. Аромат девушки, которая вот пробудилась после сна. Ну, вообще, все эмоции, так или иначе, пробужденные после зимней спячки, в этом аромате, знаете, они прям вот только-только зарождаются. А здесь ландыш. Здесь такой вот хрупкий, нежный, утонченный ландыш, который иногда звучит так, как сирень. Я знаю не только у меня одной. Иногда слышится прям охапка такой вот красивой фиолетовой сирени. А иногда да, иногда это такая ода ландыш. Ну, это классика, опять-таки, Диор. Обожаю его, обожаю. Он не такой громкий, не такой яркий, как вот предыдущие ароматы, может быть. Но, тем не менее, он невероятно хорош, невероятно позитивен. Здоровский. Очень здоровский. Следующая тубероза, это Даглас Ханант от Роберто Пеге. Если та была такая уже матерая, молчится тубероза, то здесь это малыш. Это тубероза такой, знаете, ребенок. И вообще этот аромат, он для меня не пахнет, как парфюмерия. Для меня этот аромат пахнет, как... Ну, как человек мог бы пахнуть, как вот дети так иногда пахнут. Очень как-то кремово, нежно, припудренно. Ну, знаете, вот реально вот так мог пахнуть, мог бы пахнуть ребенок. Мне этим этот аромат и нравится. Здесь тубероза похожа на... Ну, на что-то такое, вы знаете, съедобное детское, как какие-то конфетки там детские или жвачка детская. Вот что-то такое в нем есть, божественное. Божественное, такое прям вот душевное. Очень его люблю тоже лето. Вот жду. Ну, у нас уже наступило лето, но скоро оно будет прям во всю мощь петь. Буду носить. Носомата, наркотик Винос. Здесь у нас просто хор из туберозы, из лилии, из жасмина. Просто бегут и перекликают друг друга. Это для меня вот запах женщины. Вот женщины немножко индольят, знаете, порой. Смотря погоду, смотря сколько вы нанесете, потому что если вы, конечно, переборщите, то достаточно индольный аромат. Но в целом я его очень люблю. Видите, ношу часто. Несмотря на то, что это духи, вот уже какой у меня расход. А когда что-то такое хорошее, когда мы всей семьей куда-то ходим или мы ходим в гости, я всегда наношу этот аромат. Практически всегда я чувствую себя в нем. Он создает мне праздник. Атмосферу праздника потрясающую. Носомата один из самых любимых брендов. И дальше будет такая вот интрига немножко. Это аромат Майкл Корс. Первый самый их аромат так и называется. Одноименный Майкл Корс. Он у меня был когда-то очень давно. И здесь тоже белые цветы. Здесь и тубероза, здесь и жасмин, здесь с лилием. И он мне похож на наркотик Винус. Да, здесь больше, более все как-то продумано. Здесь немножко так больше уже меда, больше сладости. Но, тем не менее, если вдруг у вас нет возможности приобрести наркотик Винус, присмотритесь к Майклу Корсу. Вот я вам говорю на полном серьезе. Плюс, я не знаю, я улавливаю, да, разницу. Но вот, например, муж у меня не улавливает разницу между этим и этим ароматом. И был приятно удивлен, что да, настолько вот они похожи. Вот такая вот интересная, да, история. Хороший, хороший аромат. Попробуйте, если вдруг кто-то не пробовал, не знает. Попробуйте обязательно. Carnal Flower Dominic Rappion Frederic Malle. Это уже сколько раз можно показывать. Покажу быстренько. Зеленая, яркая, тубероза, бакфрукт. Ну, я уже не могу про него говорить. Он прекрасен. Он мое вот такое летнее совершенство. Самый совершенный аромат для лета. Вот, на мой взгляд, для меня. Для меня это один из самых прекрасных ароматов вообще на всей планете Земля. Carnal Flower Must Have. Must Have. Не буду больше углубляться в подробности. Все. Вот такой аромат я уже показывала. Map of the Heart. Шестерка. Номер шестой. Нарцисс. Здесь вот прям белый нарцисс. Я прозрела. Я прозрела. Здесь табачный, прокуренный белый нарцисс. Белый, красивый, хрустящий. Такой вот нарцисс. Так и есть. Очень крутой аромат. Австралийский бренд. Если вы еще его не видели, не знаете, вдруг у вас в городе продается. Я не знаю, продается ли он везде, но крутой. И последний аромат, который я хотела бы вам показать, который мне нравится. Я считаю его красивым, бело-цветочным. Это Gucci Envy. Здесь белые цветы и зеленые ноты. Ой, какой же он классный. Если кому-то посчастливится найти его где-то за хорошие деньги, берите. Берите обязательно. Даже не думайте, потому что хороший образец. Очень хороший образец. Я как химик говорю. Но он крутой. Он правда очень крутой. Он стойкий, благородный, зеленовато-влажный и в то же время холодный. Немножко отстраненный. То есть тут эпитетов... У него сложный характер, но он обычно вас не подводит. Вот такой Gucci Envy. На самом деле все. Это были самые-самые-самые мои любимые. Я сегодня вот прямо, знаете, в таком порыве увидела лилии. И прям так захотелось снять именно такое видео о бело-цветочных самых любимых ароматах. Я надеюсь, вам понравилось. Еще один бело-цветочный нелюбимый, который мне понравился. Новинка от Givenchy. Я недавно ее слушала. Крутой. Он очень крутой. Le Interdit. Там тубероза и виноград. Виноград там такой, знаете, как винный. Вот прям реально такой забродивший молодой вино южное. Если вы на юге где-то. Интересный аромат. Я еще буду к нему подходить. Присмотрюсь. Может быть, даже себе приобрету. Очень крутой. Пишите. Пишите, какие у вас любимые ароматы бело-цветочные. И до новых встреч. Всем пока-пока. С вами была Аленка Блог. Чао-чао. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok